Ну что, друзья, так и не дали мы немного отдохнуть вам. Группа Волощука СД вновь отправляется в поход. На этот раз летим в Арабию. Уж вы не обессудьте. Будем рассказывать, как там народ в Арабии живет. А заодно мы очень честно вам расскажем, как привечают там русских туристов и рок-звезд. Чем кормят, поят, на что спать кладут. Мы все покажем. И развлекают чем и как. Докладывать вам будем прям с колес. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Мы покидаем Талис Аттаман СПА. Помолодевшие, набравшиеся сил, напарившиеся, отмассажированные по полной программе и напившиеся цейлонского чая с восточными сладостями. И мы выходим с вами на знаменитую аллею брендового искушения. Вот эта аллея у них называется аллея брендового искушения. И опять-таки, возвращаясь к описанию самого отеля, обратите внимание, какая роскошь. Опять-таки, восточный стиль. Все эти арки, орнамент восточный, роскошные восточные люстры хрустальные индивидуального заказа. Ну, очень красиво. Множество цветов, светильников. И все это, повторюсь, в османском стиле. И пойдемте пройдемся по аллее брендового искушения. Называть вам бренды не буду, потому что я небольшой специалист. Знаете, вот мимо Волощука прошло за последних 30 лет очень много всяких искушений. Я, допустим, абсолютно не знаком с клубной культурой ночной. Вот честно вам скажу. Я первый раз побывал в клубе, меня пригласили друзья, там что-то нужно было встретиться с ними чисто профессионально. Я говорю, ребята, вы что, с ума сошли, там ничего не слышно. Музыка колотится страшной дурью. Поэтому это тоже прошло мимо меня. Потому что, ну вы же знаете, рокеры, они же простые. Им вот эти побрякушки не нужны. Ну зачем им рокеру побрякушки? Рокеру хорошие часы на руку, железные. Вот как у меня, видите? Железные, пластмассовые, вот такие, простые. Отчечки, вот что рокеру надо? Отчечки хорошие, такие, за 1000 рублей из кастл-рока. А вот эти побрякушки, это не для нас. Это для развращенных мажоров. Но тем не менее, вот для них тут есть все. Видите, брестит, играет и сверкает. Тут тебе и асамфиры, и бриллианты, и жемчуга. Все есть. И изумрудники, видите, зеленеют. Пойдемте дальше. По аллее брендового искушения. Но нас, рокеров, не купишь. Нас не искусишь ничем. Кроме очень красивой музыки. Рок-н-ролла в основном. Типа Эллиса Прайсли, Битлз, Роллингстон, Лед Зеппин. Рок-н-ролл, помните их знаменитые? Вот этим можно искусить. Но это я вам по секрету сказал. Не рассказывайте, кому чем можно искусить. Волчу Кайс. Ха, одежка-то крутая. Но у меня круче. Я пошил на Мальдивах себе гавайечку. Я теперь с ней не расстаюсь. Чемоданчики. Ну, когда накупишь всякого добра, чтобы все сложить туда. Видите, Rodeo Drive. Чемоданчики. Чтобы поместилось. Все. Правильно? Елена Ивановна, ну не даст соврать. Человек говорит, что правильно. Что это? Ой, о-о-о, уважаемые любители рок-музыки, мне рекомендуют надеть вот эту вот прекрасную маску. Спасибо вам огромное, молодой человек. На минутку одену. Фомен, Елена Ивановна, для вас не пожалели маску. Маску для вас не пожалели. Ну, вы видите, какой он прекрасный молодой человек. Ничего ему не жалко для посетителей, для гостей отеля. Спасибо. Спасибо. Вот такие вот тут прекрасные люди. Не жалеет даже масочку. Для волосюка СД. А почему? А потому что знают, что звезда рок-н-ролла приехала. Так что, видите, они поняли, что проехал волосюк СД. И говорят, на тебе, вот вам личную масочку. Как знаменитому русскому рокеру. И говорят, может вы спортивное что-нибудь приобретете? Я говорю, там мужики, там мне ж ничего не надо. От вас. Мне нужно сразу все. Я ж хочу стать рок-звездой. Вы поймите, я говорю, я хочу взойти на Олимп мирового рок-искусства. Поэтому что мне по брякушке? Мне все надо. Весь мир. Вот так. Уважаемые любители рок-музыки. Турки-то турками, османы-османами. А шлем-то наш русский. Поэтому я примерю, с вашего позволения, царский шлем. Вот весь, видите, в сапфирах и в бриллиантах. Присяду. Примерю. Мне же скоро пора туда наверх. Имеется в виду на Олимп. Рок Олимп. А ну, а ну, а ну. Ну как? Подходит? Я так и знал, что подходит. Мне царские одежды подходят. Вот почему-то вот подходят царские одежды. Гаваечка такая царская. А вот обратите внимание, произведение местного искусства. Мне очень эта лошадка нравится. Я бы, честно говоря, ее забрал с собой. Но у меня есть нелюбовь к разным побрякушкам, которым засоряют дома. Вот этими всякими-то статуэточками. Окна ставят, прям заставят, чтобы повернуться некуда. Куда не повернись, падает, что-то разбивается. Поэтому нет, брать не буду. Тем более она стоит дороже, вот эта лошадка. Чем весь наш отпуск. Все рок-группы Волчук СД. Идем дальше. Все их награды. Вы видите, мировой выбор. Выбор 2016. Тревелер 2013. Победы у них. Мировые кубки. А потому что он был реально. Один из лучших отелей. Тогда, вот 10 лет назад его построили. Сейчас, конечно, уже тут еще круче появились. Семизвездные. А тогда он был лучше. И голливудские режиссеры решили здесь снять фильм. Миссия 4 невыполненного с Томом Крузом. И вот прямо здесь, посредине вот этого лобби. И снимался этот фильм. Здесь пиджачок Тома Круза. Его чемоданчик знаменитый. Пойдем и глянем. Вот он, красавчик. Вот на этой машинке он тут катался. Вот тут вот. На въезде. А вот в этом пиджачке снимался. Ну, хрупкий мальчонка. Ну, что я могу сказать. Мне на одну руку этот пиджак только налезет. Но я надеюсь, что я скоро приведу себя в порядок. Перед тем, как выходить на сцену. И буду не толще Тома Круза. Вот он. Вот именно вот эти колонны. Вот они. Так что повторюсь. Опять-таки. Вот это вот османская красота. Вот это величие. Вот этот простор. Вот эти фрески, расписанные вручную художниками. Это красиво. Это достойно. Идем дальше. По аллее брендового искушения. Это, видать, турецкий. Потому что Дукан написано. Но красиво. Побрякушки опять. Сувениры, будем так говорить. А вот это уже побрякушки. Это вам не сувениры. Это вам не бижутерия. Это вам уже серьезные вещи. Которые надо прятать в сундучок. И в сейф класть. Но не забывать, что у нас и сейфы. МВД в случае чего блокирует. И проверяет, что вы туда положили. Ну, чтобы вы знали. Чтобы вы в курсе были. А то некоторые думают. А сейчас я в сейф денежки свои спрячу. В банковскую ячеечку. Не, ребята. Номер не прокатит. Ну, опять побрякушки. Ну, как без них. Ну, побрякушки. Кара называется. Божья кара. Всех серебролюбцев ждет божья кара. Ну, это я пошутил. Поэтому, уважаемые любительницы рок-музыки. Не бойтесь. Покупайте. Заставляйте своих мужиков покупать вам хорошие бриллианты. Потому что вы же помните, как спела группа Виагра незабвенную песню. Лучшие друзья девушек. Это бриллианты. Вот они тут. Ждут вас, девчонки. Ждут. Хорошо, что продюсер рок-группы Волчука СД не любит. Я и раньше покупал много всяких побрякушек вот таких. Она их не носит. Ну, я думаю, ну, сделай мне хуже. Не буду. А вот мужские развлечения. То есть часы. Бригет. Глашут. Это крутые часы. Ну, идем дальше. Это все. Аллея брендового искушения. Сарторе персонале. Видите? Клаудия Сарторе. Тут уже одежка посерьезней. Это вам не спортивные там треники. Тут уже платточко. Помните? На тебе платточко ребе. Кохати хочу я тебе. Ну, оно не ребе. Воно зеленое. Это платточко. А вот там ребе. Высять. Кампионы. То есть чемпионы. Это про меня. Они знали, что проезжают будущие рок-чемпионы из России. И поэтому построили быстро тут магазин. Кампионы. И хоть я говорил, что меня нельзя ничем искусить, кроме хорошего рок-н-ролла, я все-таки не удержался и купил себе коврик с верблюжонком. Будет теперь на чем спать, если продюсер вдруг выгонит меня на мороз за творческое неповиновение. Поэтому я теперь спокоен за свое будущее. Постелью в случае чего я обеспечен. Ну, все. Покупки сделал. Стратокастер взял себе коврик. Бас-гитаристу взял, который про оригинальный саунд вам рассказал. Теперь стою, жду таксиста. Он прям сюда подъехал. Как узнал, что тут Волощук СД находится. А я позвонил, говорю, мне так сильно, чтобы я доехал до номера. Так они его прям сюда подогнали. Оно куда-то пошло, видать, пописать. Ну, я подожду, я не гордый. Подожду. Так что до завтра, друзья. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории вам без цензуры. Расскажет рокер Волощук. Расскажет рокер Волощук.